Выездное заседание наблюдательной комиссии предадминистрации Ленинского района города Бреста с участием представителя отдела принудительного исполнения Ленинского района и управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома. Это удобная площадка для того, чтобы граждане, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции, а также те, кто недавно вышел на свободу напрямую, могли пообщаться с представителями биржи труда. Ведь хорошая работа – это не только возможность заработать деньги на жизнь, но и социализироваться. Такие мероприятия у нас регулярно проходят и в Ленинском РОВД, и в Московском РОВД практически ежемесячно мы участвуем в каких-то таких мероприятиях. Но цель у нас одна и самая главная – это вовлечение в экономику незанятых граждан, особенно которые у нас отбывали или отбывают в настоящее время наказание. Они должны работать, и мы делаем все для того, чтобы обеспечить им их достойным заработком, достойной работой, чтобы они все-таки работали, не совершали в очередной раз какие-то преступления и правонарушения. Мы ежегодно работаем с этой категорией уже на протяжении многих лет. Если взять процент трудоустройства данной категории, у нас около 80% обратившихся к нам граждан из мест лишения свободы трудоустраиваются и работают благополучно на предприятиях, причем на предприятиях хороших. Мы обучаем этих людей. Обучение у нас бесплатное, с выплатой стипендий. Мы трудоустраиваем их. В ряде случаев мы компенсируем нанимателевого еще и затраты на оплату труда таких лиц. Много у нас таких примеров. Вот недавно мы обучили молодого человека по профессии слесарь механо-сборочных работ с последующим трудоустройством на хорошее предприятие. Он трудится, довольный им, доволен он. Поэтому таких примеров у нас очень много. В принципе, все, кто к нам приходит и доходит, получают какое-то предложение трудоустройства, возможно, обучение, либо участие в оплачиваемых общественных работах. Приглашенные на заседание граждане крайне заинтересованы темой трудоустройства. Они задавали представителям органов власти вопросы о прохождении медицинского освидетельствования, работе для людей с инвалидностью, сезонной работе. Неваловажный, а, возможно, и главный фактор – достойная оплата. Сегодня работодатели, по словам начальника управления по труду, занятости и социальной защите Брестского госполкома Инны Новожиловой, готовы предложить бывшим осужденным зарплату от 1000 до 2000 белорусских рублей. Осудили за кражу в особо крупных размерах, часть 3, статья 205. То есть был когда-то молодой еще, связался не с той компанией. Ну и вот так вот попал в места лишения свободы, потерял родителей там же. У меня умерла мама, умер отец, осталась одна сестра. Ну и все. Понял, что меня Господь наказал за это, что я сделал неправильно в своей жизни. И впредь я решил, что надо вести правильный образ жизни. И, скажем так, как ты свой бумеранг запустишь, так он к тебе и вернется. Вот я свой запустил, меня лишил Господь двух родителей. Я это осознал. Во-первых, то есть я услышал ту информацию, о которой, ну, как бы я туда не ходил, и я не слышал этой информации. Что люди все-таки есть, которые могут помочь. Если, ну, скажем так, ты не стучишь, тебе и не открывают. Если ты к ним не идешь, то они сами к тебе пришли. Вот чем полезно. Такие встречи проходят на регулярной основе. А самое главное, что привлечение лиц, стоящих на учете, к работе – это также профилактика по предупреждению правонарушений, совершаемых лицами, имеющими судимости. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Не сомневаюсь.